В Сергиевом Посаде продолжается обсуждение важности сохранения исторических памятников архитектуры. Мы сейчас находимся на Пионерской улице, одной из старейших улиц нашего города, да, Михаил? Дворянская она называлась до революции. И вот за нашей спиной три дома, три уникальных дома, построенных в 19 веке. Вот давайте об истории поговорим, Михаил. Вот что известно сегодня об истории этих домов? А до революции жили в этих домах в первом Коньково, во втором Когтево, в третьем Пивоварово. Улица Пионерская является одной из старейших и наиболее исторически значимых улиц нашего города. Здесь можно встретить здание, которое имеет богатую историю, способную рассказать нам о жизни и развитии нашего города на протяжении многих лет. Мы вот сейчас проходим мимо 11-го дома по улице Пионерской. Он очень хорошо сохранился. Низ каменный, вверх деревянный. Это купеческий дом. Да, да, да. Здесь жило семейство Коньковых. До сих пор в городе продолжают проживать потомки этой фамилии. Именно эта династия, которая принадлежала этот дом. Владелец дома Сергей Семенович Коньков, наследник его Андрей Сергеевич Коньков. Они занимались торговлей, торговлей посудой. У них были торговые связи по всей Российской империи. Они были изначально прихожанами Ильинского храма, потом стали прихожанами Христо-Рождественской церкви. Занимались благотворительностью. И, собственно, очень обидно и жалко, что даже нет никакой сейчас ни мемориальной, ни памятной даже таблички. Тем более, что история семьи Коньковых, она, в принципе, ровесник истории Сергеевского посада. Семья уже здесь жила на момент учреждения посада в 1782 году. Это коренная семья. Сохранились даже фотографии и первого, и второго владельцев этого дома. И уже восстановлены годы жизни их. И, как бы, имея уже фактически всю подноготную дома, осталось только приукрасить его этой биографией, конкретикой. У нас очень много безликих домов, домов без прошлого. А здесь уже и прошлого дома уже известно. И можно даже, в принципе, и дату постройки установить при желании. Юлия Афанасьева-Васильева и Михаил Конкин выступают за сохранение уникального облика Сергея Посада, который является одним из исторических центров России. Мне рассказали про то, что этот дом связан с именем Софьи Тучковой-Татищевой, которая уникальная женщина, Михаил, которая получила из рук Николая II золотую медаль за храбрость. Это, наверное, чуть ли не единственный случай в истории. Она добровольно осталась в японском плену, помогала раненым. А потом она уже вместе с Елизаветой Федоровной Романовой здесь, у нас в Сергеевом Посаде, занималась благотворительной деятельностью. Вот вам об этом что известно? Она была сестрой милосердия местного отделения Красного Креста. Сохранился наградной лист о награждении ее золотой медалью четвертой степени, которая сохранилась в семье дальних родственников Овчинниковых. Если мы говорим о сохранении историко-культурного и восстановлении историко-культурного наследия Сергеева Посада, то, безусловно, это дом номер один в списке. Внутреннее убранство домов имеет особую историческую ценность. Например, где-то сохранились обои, бревна и антикварные газеты. Михаил, у нас на пути следующий особняк, тоже низ каменный, берег деревянный, тоже купеческий дом, судя по всему. Кто здесь жил? Здесь жили копцы Коктевы. Этот дом фактически их первый в городе дом, когда они сюда приехали из Москвы. Коктевы являются выходцами из крепостных крестьян Яроставской губернии. Они имели в городе магазин Новолавской гостиницы. Очень крутой, хороший по современным меркам магазин колониальных товаров. У них была также кондитерская фабрика. Но, наверное, основной заслугой Коктева было то, что они занимались благотворительностью, были первыми лицами сергиевского посада. Содержали церковно-приходские школы. И самое главное, это даже можно сказать, дом не Гавриил Васильевичу Коктеву, а дом матери Коктева. Потому что здесь доживала свой век его мать Матрёна Никитична Коктева и её внуки. Один из внуков, Гавриил Васильевич Коктев, был героем Первой мировой войны. Он получил ранение, заражение раны и умер в сергиевом посаде в 1915 году. И был похоронен при Рождественской церкви, прихожанами которой являлись Коктевы. Сейчас ни могилы, ни тем более кладбища уже нет, храм перестроен. Фактически этот дом является единственным памятником вот этому юноше, который совершил вот этот подвиг и погиб в таком довольно раннем возрасте. И в данном случае, если мы говорим о исторической ценности домов и их значимости, тот факт, что здесь жили такие люди, как Коктевы, уже является непосредственно украшением этого дома. И привносит в него вот эту историческую значимость для его культурно-исторического сохранения. Потому что мало того, что дом должен быть историческим, он должен себе ещё нести какую-то определённую смысловую нагрузку. Есть и фотографии этих людей, которые здесь жили, есть и биографические данные об этих людях. То есть тут остаётся только приумножать эту работу и сохранять вот эту вот культурную аутентичность. Рассказывать людям о том, какие люди у нас здесь жили, какая достойная вот эта династия Коктевых у нас здесь жила. Что вот из таких низов, из крепостных, выбились в конце концов потомственные почётные граждане. И даже старший из Коктева, Гаврил Васильевич Коктев, он был похоронен при Успенском соборе Троицы-Сердьевской лавры уже в 1918 году при правительстве большевиков. А это говорит уже о том, что раз он был там похоронен, значит и большевики хоть какое-то к нему имели уважение. Потому что они могли не разрешить просто этого сделать. Миша, а Коктевы же были почётными гражданами, да, Сергея Коктева? Да, в 1911 году Гаврил Васильевичу Коктеву за 20 лет беспорочной службы директором местного общественного банка было присвоено звание потомственного почётного гражданина, которое распространилось на его детей и внуков. Вот. То есть звание присваивалось также за дела благотворительности, за дела в культурно-просветительской деятельности, также за личный труд. Можно было проработать на железной дороге лет 15 и также получить это звание. То есть к званию представляли разные ведомства, разные подразделения, но в конце концов звание как таковое не являлось городским, а распространялось на территории всей Российской империи. Надо даже так. Ну вот очень известные фотографии новой Лавровской гостиницы, где магазин Коктевых, это прям вот один из таких знаковых символов Сергиева Посада. Практически на всех фотографиях 19 века этого здания обязательно есть фамилия Коктевых. Вот. Наверное, все основания есть, чтобы в этом доме вообще был музей купечества нашего посадского. Что вы думаете, Нэль? Безусловно, Коктевых одна из самых достойных и почетных фамилий Сергеева Посада. И учитывая их заслуги перед городом, их первостатейное купечество, я считаю, что да, это имеет место быть. Все-таки дом украшает в первую очередь не Посада, а его история. И его внутреннее содержание. А уже потом все эти детали и орнаменты. Миша, вот еще один дом. Дом 15 по Пионерской улице. Здесь, кажется, жили друзья флоренских. Да, но это уже было в советское время. Если речь о Огневых. Собственно, владельцами дома были купцы Пивоваровы. Вот. Они относятся к позднему купечеству Сергеевского Посада. Появились здесь в последней четверти 19 века. Глава семейства Алексей Семенович Пивоваров был купцом второй гильдии. Торговал в лавке при старой лавской гостинице бакалейными товарами. Но прогорел и стал должником несостоятельным. В общем, семья выбыла в несчанство. После его смерти дела унаследовала его сын Николай, который рано овдовел. В общем, у семьи достаточно трагичная судьба. И в довесок ко всему у них еще потом этот дом отобрали. Сперва уплотнили, а потом отобрали полностью этот дом. Здесь был профессор, да, Огнев, который биолог, по-моему, был, да? То есть очень большие заслуги он в науке имел. И они очень дружили с флоренскими. И я так понимаю, что флоренские, судя по воспоминаниям современников, здесь постоянно были в гостях. Они снимали комнату на втором этаже, когда уже у Пивоваровов пошли плохо дела. Часть дома сдавалась наем. Дети флоренских дружили с детьми Огневых. Жены дружили, друг к другу ходили в гости. Есть очень много воспоминаний и краеведов. И самих обитателей этого дома, они публикованы. И это очень интересно читать. Это создается, будет уже немножко более поздней эпохи, но связанной со знаковой персоной для нашего города Павлом Флоренским. То есть это вот тоже, да, его дома совсем тут близко, 50 метров. Это мостик к другой семье. То есть этот квартал как единое целое, как единый организм, он, наверное, по-другому не может существовать. Можно и в этих трех домах прекрасно сделать гостиничный комплекс, объединенный с Кухмистерской. И погружение в XIX век в уникальную атмосферу Сергиевского посада и отбоя туристов не будет это точно. Туристы приезжают в Сергиев посад, чтобы увидеть его исторические достопримечательности и наслониться атмосферой города.